всем привет друзья товарищи вы на канале покемоши лайф и новый ролик который мы наконец-то продолжим обозревать модели от компании модемио смотрите какую посылку мы получили тарам вот такой тепловоз серии тип 70 частично отбоксинг уже произошел и вот что мы получаем сам тепловоз и вот такой журнальчик сейчас мы их рассмотрим но сначала краткое содержание предыдущих серий в первом номере от модемио в 60 к второй номер смотри 3 ч 4 т затем в так 10 в 22 м т 60 т 1 и пока что не рассмотренные нашим каналом через 4 а ч 2 и т 70 70 ким и начнем тепловоз пока в сторону и вот журнал смотрите ребята уже 11 номер наши поезда тип 70 машина кстати 3 серии компания модемио как обычно три раздела повышение мощности надежная служба на дорогах и за пределами города вот он тип 73 выпуска 555 в эпоху оттепели когда больше людей начали ездить по всему союзу повышение мощности появились элегантные чертежи и затем идет текст повышение мощности еще машина 3 серии а это опытная партия тепловоза с перу по 7 но это естественно музей питера балтийский вокзал процесс совершенствования год создания скорость мощность масса тепловоза он двойной тягой едут тоже тепловоз 3 серии технические характеристики и вот видите кабина нашего героя но это фотографии уже позднее видите клуб есть и авто видение есть и рации довольно таки современные объединенный контроллер а здесь это фото галерея тарам как будто фотография вагон он в дымке теряются по моему 517 что ли машинка еще пассажирский поезд вагончики по моему даже какая-то фирма видите еще серой полосой а бригады ты не видно оба ушли в дизельные офигеть классно что видите тепловозный ход проводов нет и картинка получилась более ламповая и открытка вот такие открытки которые повторяют собой большую картинку как видите ее можно отправлять индекс и тираж всего-навсего 4790 экземпляров прикольная открытка вообще топчик надежная служба на дорогах опять машина 3 серии это уже не оригинальный окрас более поздний но такой окрас я сам видел вживую на тепловоз смотрите тэп 7008 сохранен в музее ташкента я его там видел может быть мы сделаем на него отдельный обзорчик машинка интересная прозвище тапок или даже морковка мистер марков а это уже машина в корпоративе но здесь как обычной истории вокзалов сегодня выпуске вокзал галутвин это типа было стало древний вокзал 1862 года и наконец заметка от алексея вульфова вангую точно алексей вульфов исторические заметки вот данном случае видите москва коломна речь пойдет об уникальной линии который до сих пор сохраняет левостороннее движение здесь немного рекламы уникальные явления на рынке партворков узнать бы что такое партворк ворк отработал и наконец и наконец спойлеры следующий номер вл-41 офигеть классная машина 060 она сохраняется также в музее питера и вот видите можно что сделать собрать всю коллекцию форме подписку 50 ежемесячных выпусков подписка на журнал с бесплатной доставкой на сайте мадимил причем рельсы подставка будут со скидкой и даже вроде как имеется подстаканники в подарок классный журнал надо будет почитать итак ребята переходим к самой модели вот он красавец теп 70 смотрите он еще в блистере блистер я пока видите не распаковывал давайте сейчас мы его распакуем открываем и первый раз достаем фигасен тяжелый достаем вот это тепловоз минутку народ он такой классный такой тяжеленький в то же время чувствуется что эта модель которая требует к себе бережного обращения в правильном окрасе и заметьте даже с такой бежевой крышей в практической эксплуатации сейчас это трудно найти в основном крыши уже серые а здесь еще видите оригинальный колоннский окрас до колоннский ребята знали только в правильном окрасе тепловозов ну что начнем обзор моделей по традиции начнем с крыши вот она крыша единой конструкции хотел ты эти элементы выполнены отдельной деталью все остальное вроде как отлита заодно давайте посмотрим повнимательнее сымитированные жалюзи вентиляции кабины вот такие лючки надо полагать для песка песочные бункеры здесь вентиляторы реостатного тормоза машин три остатные дополнительные люки технологические выпускной коллектор с выпускными трубами можно потом там какой-нибудь сажей закрасить и наконец секции холодильника здесь располагается два больших вентилятора у которых очень интересный привод гидростатический специальный гидронасос и от давления масла не крутятся и вращают вентиляторы отвала дизеля через повышающий редуктор приводится в действие два гидронасоса закачивающих масло из бака фильтра и подающих его к гидродвигателям где энергия давления масла превращается в механическую энергию вращения вентиляторов изначально была очень капризная конструкция но потом вроде как ее немного пофиксили крыша тепловоза это не крыша электровоза здесь мало всяких интересных девайсов нет не только приемников не изоляторов не главных резервуаров кстати на этом тепловозе главный резервуар располагается снизу как на вал 10 у кабина тепловоза вообще великолепно ребята просто класс все настолько миниатюрные аккуратно сделано просто здорово давайте сверху во первых дворники слушать я не уверен но складывается впечатление что они вообще выполнены отдельной деталью и просто наклеено стекло если же это единая деталь со стеклом то это вообще просто высший пилотаж вот такое стекло здесь перемычка имитация алюминия она же алюминиевая вроде как здесь вот имитацию уплотнителя очень аккуратно сделано ну и дальше прожектор он как будто там имеется лампочка прожекторная также уплотнитель нарисован очень аккуратно выполнен вот эти вот полоса сигнальная и вот буферные фонари 3 серии тепловозы так называемой 3 серии с номерами от сто восемьдесят шестого по пятьсот семьдесят шестой имели горизонтально расположенные фонари а также клёпа на сварную обшивку кузова вторая самая элегантная как по нам серия с номерами от 0 0 0 8 по 0 185 располагала вертикальными фонарями и клёпаной обшивкой кузова а первые семь опытных машин имели черт знает какие фонари и вообще были слишком высокими вот номерные таблички номеров здесь не видно возможно будут отдельные декали в продаже если кто-то захочет купить и сюда их поставить номерки очень маленькие она опытных машинах номерная табличка была одна она располагалась в середине между буферных фонарей путь очиститель вот пути очиститель на тэп 70 это вообще отдельная песня очень красивый это не какой-нибудь там тебе 20 10 м поздних выпусков а здесь виднее как все такие штучки отдельные накладки вон два рукава тормозной питательной магистрали видеть как они загнуты сюда и даже крантики он сделаны рычаг автосцепки расцепной и автосцепка который видите двигается по переду просто одни восторги по кабине кстати там быть в кабине антураж есть какой-то ну кася да ребята смотрите там в кабине есть антураж выполнен пульт есть отдельные сидухи пульт имеет сложную конфигурацию то есть кабина внутри тоже имеет некий интерьер и вот так выглядит она спереди смотрите великолепно интересно что в первой кабине было тише чем во второй потому что у этого тепловоза один компрессор только один от электродвигателя он приводится но молотит тоже окей переходим боковым стенкам если на опытной партии тепловоза боковые стенки имели 6 окон то на серийных машинах их осталось 5 они стали ниже и как по нам смотреться более элегантно и эстетично вот такой окрас сбоку машина вообще безупречный очень все ровно аккуратно никаких подтеков заходов краски туда-сюда не наблюдается и лейбл колумбинского завода сымитированы все фильтры жалюзи секции холодильника такие в этих секциях охлаждается вода а масло охлаждается уже около дизеля так называемый водомасляный теплообменник боковые окошки и за ними виден вроде как интерьер машинного отделения здесь предлагается дизель 25d 49 на 4000 лошадиных сил дизель кстати 16 цилиндровый v-образный и 4 тактный а генератор на этой машине как известно переменного тока посмотрите на поручни выполненные отдельной деталью вот с такими кругляшками наверху в которой вставляется сам поручень еще один значок колумбинского завода здесь сымитированы парованы тепловоз просто огонь переходим к топливному баку топливный баку этого тепловоза достаточно большой помещает 6000 литров также как и смотри и в нишах этого бака установлены еще и аккумуляторные батареи интересно также что топливомерное стекло располагается в кузове не как на смотри сбоку офигеть смотрите даже даже кран продувки главных резервуаров воспроизведен вот и в 70 как уже было сказано главный резервуар располагается здесь снизу вот вот таких резервуара и вот даже кран продувки гэвер сделано если на топливный бак нанести еще потеки топлива какую-нибудь грязюку и все такое он будет смотреться вообще топчик и наконец тележки тележки гордость коломенских тепловозостроителей тележки на тип 70 такие же как и на тип 75 как известно первые машины имели тележки очень сходные по конструкции с телегами от тип 60 и они имели ряд недостатков и когда в 76 году выпустили опытную машину тип 75 на ней были очень здорово переработаны на те старые телеги тип 75 фактически оказался только опытным тепловозом но телеги которые были на нем использованы пошли впоследствии на серийный тип 70 тележки здесь поводковые колесные пары имеет такую сложную конструкцию они крутятся элементы тормозной рычажной передачи особые тормозные цилиндры чтобы джентльмен понимал эта тэпка из самой последней партии номера 507 576 даже колесные центры сымитированы так как на живой машине то есть они заметно отличимы в виду конструкции подвешивания точно привода третьего класса кстати сами колесные пары тоже нестандартные имеют диаметр 1220 миллиметров телеги они разборные вот можно видеть такие винтики причем смотрите автосцепки тоже вот на этих винтиках перемещаются он даже смотрите офигеть вторая ступень подвешивания тепловоза вон видеть пружинки 8 пружин с каждой стороны то есть первая ступень подвешивания это от тележек на колесные пары через вот эти буксовые узлы а вторая ступень подвешивания это сам кузов кузовное подвешивание кузов который опирается на раму тележки вот за счет вот этих пружин ну и там еще низкопосаженный шкворень имеется нет по телегам вообще огонь давайте поставим его на рельсы посмотрим что получится у нас имеется вот такие старомодные рельсы но тут частичная шпала 1 повредилась но это не страшно ставим тепловоз сюда у них его если вы смотрите ребятам стал на эти рельсы окей ребята подведем итоги тепловоз нам очень понравился чему-то придраться тут нет решительно никакой возможности по факту это гораздо гораздо больше чем просто какая-то журналка впрочем свое мнение вы можете написать в комментариях под этим видео большое спасибо модемео что теперь это тепловоз доступен нам простым любителям советской железнодорожной техники спасибо вам друзья товарищи что вы посмотрели этот ролик ставьте лайки или дизлайки подписывайтесь на наш канал напишите свое мнение пожалуйста как вам понравился это тепловоз и давайте определимся что мы обозреем следующим это может быть чс-4 это может быть а ч2 или это может быть крытый вагон еще раз спасибо за просмотр всем удачи и до новых видео